Добрый день, сегодня у нас второй выпуск программы Пульс Востока. Я автор Аврах Рамдан. Сегодня у нас в гостях господин Андрей Гузаров. Добрый день, вестаковед, международник и адвокат. Тема будущая Украина с сирийских отношений, тема довольно обширная и имеет свою историю. Это тенденционная категория. Не будем конкретно сирийских отношений с Украиной затрагивать. Но вокруг того, что происходит в Украине и в Сирии, естественно, мы видим, что те конфликты, которые находятся или переживает и та, и другая страна, они носят и цивилизационный характер, и внешнеэкономический. Россия является фактором влияния и серьезный фактор. А также мы видим, что последствия тех конфликтов, которые переживает и та, и другая страна, стали изменять архитектуру как в безопасности региональной, и так на международной арене. А также экономические магистрали новые, как энергетические, так и товарные, а также поток биженцев в Европу. Кстати, также с господином Бузаровым мы обсудим вопрос гуманитарного характера по поводу биженцев и доли Украины в этом вопросе. Итак, господин Бузаров, мы видим, что отношения между Украиной и Сирией, они давние, кстати, еще с советских времен, и динамично развивались. Вот какие рубежи вы могли бы охарактеризовать в этом потоке отношений? Мы знаем, что там началась арабская весна, сразу сказывалась отрицательно на показателях торгово-экономических. А также революция достоинства и последующая фаза вооруженного конфликта на востоке Украины, тоже он сыграет свою роль в кристаллизации вот этих отношений. И тут у России есть влияние и там, и тут. Как бы охарактеризовали эти отношения, и вот какой-то экскурс, пожалуйста. Спасибо, прежде всего, за приглашение. Я рад, что есть такие программы, и вам отдельное спасибо за возможность привлечь украинской общественности к проблематике Ближнего Востока, конкретно сирийско-украинских отношений, сирийско-российских, возможно, отношений и так далее. Поскольку у нас мало программ, мало средств массовой информации уделяют внимание этому аспекту, а там есть чему поучиться, есть что взять для украинской ситуации в целом. Что касается сирийско-украинских отношений, то вы правильно сказали, они имеют еще большую историю, начались, по сути, в советский период. Это первый этап, можно сказать, охарактеризовать. Второй этап начался уже, когда Украина стала независимым государством, фактически с взаимного признания в 1992 году, и потом уже с установления дипломатических отношений на уровне посольства. Вы знаете, что в 2000 году было открыто посольство Украины в Сирийской Арабской Республике, а спустя 4 года уже непосредственно сирийцы открыли в Украине посольство. Вот этот период охватывает где-то лет 15-20 тесного сотрудничества. И третий этап, он уже охарактеризован началом арабской весны и теми отношениями, которые складываются по сегодняшний день между Сирией и Украиной после начала событий арабской весны и последующей гражданской войны в Сирии и так далее и тому подобное. И конфликт в Сирии, он не просто гражданская война, он перерос уже давно уровень внутреннего конфликта. Это глобальный, региональный, я бы сказал, конфликт. Это не мировая война, безусловно, но это уже серьезный региональный конфликт с геополитическим контекстом, в котором каждая страна, которая рядом находится, преследует свои какие-то цели. Тут есть определенные параллели с Украиной, мы там позже скажем об этом. На сегодняшний день ситуация такая, что несмотря на сложность отношений, все равно юридические, дипломатические отношения между Сирией и Украиной существуют. Хорошо. В сознании обычного убивателя, украинского убивателя, как вы думаете, он как рассматривает Сирию? Вы, наверное, и как адвокат, и как активный общественный деятель. До начала сирийского конфликта всегда было очень позитивное восприятие Сирии в плане туризма, в плане арабского востока в целом. Вы знаете, что много гражданок Украины замужем за сирийцами, не только за сирийцами, еще за рабами, за многими. Естественно, они влияние какое-то оказывали на общественное мнение, по крайней мере, через обычные средства народной дипломатии, как можно говорить. После начала событий арабской весны, естественно, взгляд граждан Украины на ситуацию в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, он стал меняться под воздействием многих факторов, в том числе и средств массовой информации, ту информацию, которую начали получать они посредством украинских источников, в основном, и российских. И на сегодняшний день больше в обществе украинском и среди кругов, так называемой, просвещенной интеллигенции украинцев, доминирует мнение о том, что Башарас, он является на сегодняшний день фактически полным диктатором. В принципе, мало кто с этим спорит, но оно есть. Второй аспект заключается в том, что Россия ключевой фактор поддержки Башараса там. И третье, то, что, как я уже сказал, это конфликт, все-таки не просто Россия, Украина, Сирия, ИГИЛ и так далее. Это глобальный региональный конфликт. И вот это очень важно, что граждане Украины начинают понимать всю сложность, палитру сложности этого конфликта. Это вопрос, наверное, к сервисам массовой информации в Украине. Мы видим, что в основном средства массовой информации в Украине, они являются ретрансляторами, в смысле, они передают в основном западную риторику. Совершенно верно. И мы, наверное, постараемся сделать такой продукт, чтобы мы объективно рассматривали этот важный регион для Украины особенно. Безусловно, я еще хотел момент сказать один важный. Вы правильно сказали, что они ретранслируют некоторые истории. Когда что-то ты ретранслируешь, ты не разбираешься в этом процессе. Не вникаешь и не производишь. Если бы ты разбирался, нет необходимости ретрансляции чего-то. Это также касается ситуации на Донбассе. То есть многие вещи СМИ просто ретранслируют одинаково. Вместо того, чтобы поехать некоторые на Донбасс, посмотреть, что там происходит, они ретранслируют позицию, не вникая в сущность конфликта на востоке Украины и некоторых нюансов. Ну, то, что касается средств массовой информации, они являются важным фактором для освещения ситуации на Ближнем Востоке. Кстати, и тут работа еще в политическом ведомстве. Как вы оцениваете работу нашего института дипломатического в отношении освещения и активизации роли Украины на Ближнем Восточном? Традиционно у меня крайне низкая оценка работы украинских дипломатов, особенно в части Ближнего Востока. Я просто лично знаком со многими работниками Министерства иностранных дел Украины. Знаю некоторых бывших послов, которые там работали, не только в Сирии, а в Египте, в других странах. К сожалению, очень мало специалистов, очень мало именно арабистов, очень мало профессиональных дипломатов. В основном это бывшие чиновники, как правило, украинские, которым надо отдохнуть. И они едут, как в ссылку, в некоторые страны. Подход должен меняться. Несколько я понимаю, что институт Востоковидения в целом, это у нас наследовали от Советского Союза, и его не модернизовали, и не, как говорится, внесли те суверенные коррективы, я бы сказал, касательно государства Украины. И он такой стал, как говорится, наследием бюрократическим. И от него, наверное, те специалисты, которые либо уехали за границу заработать, искать себе лучшую судьбу, либо в Москву, либо они, как говорится, стали коммерческими структурами. Но надо, чтобы государство, и была какая-то государственная политика, чтобы институт Востоковидения стал определяющим фактором для, как говорится, выдвижения интересов Украины на той площадке. Очень важно. Государственный фактор ключевой именно в этой тематике, тематике Арабского Востока, Востоковидения в целом. И вот мы с вами знаем практически всех Востоковедов в Украине. Не потому, что у нас такие связи большие, а потому, что просто их мало. Их мало, да. Их Востоковедов. И мы можем по именам всех назвать. Пару групп сложились Востоковедов в Одессе, в Киеве. К сожалению, были хорошие специалисты в Крыму, но в силу определенных известных обстоятельств, да, они уже больше пророссийская позиция. Но там хорошие были тюркологи, хорошие специалисты по тюркскому миру, по арабскому в том числе. На сегодняшний день нужна поддержка, позиция государства в части развития Востоковедения. Потому что мы постоянно говорим про многовекторную дипломатию. Это модное слово. То есть многовекторное подразумевает общение со всеми странами. И с Европой, и с Европейским Союзом, и с Китаем, и с Африкой, и с Арабским миром. И многие страны Европейского Союза, например, Греция, они также исповедуют многовекторную политику. Не потому, что у них плохие связи с Европейским Союзом. Они члены Европейского Союза, они часть. Но рынок сбыта экономический выгоден не только грекам в части ЕС, а и продавать свои оливки и сыр, например, в Китай, в арабские страны, в Эмираты и так далее. Такая ли ситуация должна быть и в Украине? В этом вся специфика экономических отношений. Значит, это качество наших государственных деятелей. Наверное, нужно создавать, кроме этого института, наверное, еще внести какие-то новые подходы на кафедры тех институтов, тех алмаматов, которые выпускают и будущих дипломатов, и будущих, я бы сказал, специалистов и разведчиков, я сразу скажу. Те, которые будут отстаивать интересы государства Украины, не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вернемся к Сирии. Мы знаем, что у диаспоры тоже очень серьезный роль в укреплении и продвижении вот этих отношений и, как говорится, взаимодействий. Вы, как востоковед, знаете, что сирийская диаспора, вот еще, она очень активная и является серьезной, я бы сказал, определяющей и образующей для арабской диаспоры. Но в силу тех событий она и раскололась, да, это тоже проблема. Она и есть про башарское, которые про асидовское и оппозиционное. Но, как вы видите, вот роль диаспор в укреплении отношений между Украиной, скажем, не только в частности с Сирией и с арабским миром? Это большая роль. Фактически диаспора, не только сирийская, а любого другого арабского государства формирует во многом общественное мнение об представителе конкретной страны. То есть, если там, например, сирийское землячество или египетское землячество активно здесь, то все смотрят на них и думают, вот, как бы государство активно. Как правило, и вы это знаете, традиционно, чтобы диаспора была развита, надо, чтобы историческая родина помогала этой диаспоре, финансово, где-то там, может быть, взаимосвязи. Да, в этом очень важная роль. Это по диаспорам другим мировым мы это видим, там Армения, Азербайджан. У них хорошие связи со своей исторической родиной. Поэтому они активны. А арабам сейчас сложно, поскольку сирийская ситуация, да, она расколола не только сирийцев, она расколола вообще арабский мир. Да, правильно. И многие арабы, они кто-то там за башараста, кто-то там за оппозицию, кто-то там еще за кого-то, кто-то даже радикальные какие-то течения преследуются. Да, да, к сожалению. В Украине получается, что часть сирийцев скрыто, как бы, поддерживают в чем-то осада. Большинство в своем против него. И есть еще группа нейтральных людей. И, на мой взгляд, лично мне, как аналитику политическому, когда диаспора начинает заниматься политикой, уже она неинтересна. Да. Лично мне. Если такие задачи не ставит конкретные политические партии или руководство страны, то диаспора должна заниматься экономическими, культурными, гуманитарными и другими вопросами. Если она политизируется, она автоматически теряет поддержку у себя в стране, если, например, она оппозиционна. Она теряет поддержку среди некоторых своих земляков и теряет поддержку в стране. Пребивание. Пребивание. Поскольку страна видит уже, ну, здесь, если бы разрыв дипломатических отношений произошел между Сирией и Украиной, тогда, да, можно было о чем-то говорить. А они сохраняют. Просто понижены уровни в дипломатическом. Следовательно, здесь надо быть более гибким. Хорошо. Украина имеет шанс быть лидером на этом черно-бальтийском, говорится, вот этом коридоре. И даже быть ключевым фактором, ключевым игроком и в транзитном плане. И в плане, говорится, вырисовывания, я бы сказал, кристаллистов, новой архитектуры безопасности. Вот, и вы, как эксперт, как вы видите, вот, я бы сказал, вот роль Украины, вот этап ее развития. Видите, там был план ГУАМ, была такая организация, у нас черноморская организация по сотрудничеству экономическому. И вот в силу этих событий, которые мы наблюдаем сейчас, вот как Украина может использовать свой вес, свой потенциал, как я бы сказал, и исторический, и экономический, чтобы как-то быть тем мостом, который мог быть между Европой и Ближним Востоком. Я думаю, что это вопрос довольно сложный в плане цивилизации, в плане культурных и геополитических моментов. Но то, что я хотел бы по этому вопросу сказать, касается вообще общей ситуации, которая сложилась на сегодня, на июнь 2016 года. То есть ГУАМ, как вы сказали, да, структура, конечно, потенциально интересная могла бы быть. Но ГУАМ создавался в других реалиях, в других геополитических условиях и другим президентом Украины. И другим политическим классом. Цель ГУАМа была, очевидно, интенсификация диалога, в том числе в регионе Черноморском, как называют его. Но в силу многих причин все застопорилось. Я на сегодняшний день считаю, что ГУАМ либо должно трансформироваться в конкретные какие-то цели, либо просто пригодится в существование, поскольку я не понимаю цель организации. Да. Трансформация, возможно, может быть связана с какими-то проевропейскими устремлениями. Вы знаете, там Грузия входит туда, они одинаково декларируют проевропейский путь, они одинаково декларируют интеграцию в Европу. То есть, может быть, в этом контексте следуют какие-то аспекты сотрудничества им выдвигать. Возможно. Но я не знаю, как на сегодняшний день видит руководство Украины эту организацию. А что касается самого Черноморского региона, да, Украина исторически, географически, в силу многих причин оказалась на рубеже вот этого пояса, очень интересного пояса, поскольку здесь конфликты возникают не просто так. Они как раз возникают, вот Грузия, там, Молдова, Украина по периметру всего этого пояса. Крым – фактор ключевой в этом всем. До крымских событий можно было говорить про большой потенциал Украины. Но после крымских событий и после начала ухудшения отношений между Турцией и Россией, в сфере Черноморского региона, уже ситуация, акценты поменялось. Мы видим, что центр тяжести переместился в Анкару. Анкара, да. Но все-таки у Украины есть потенциал. Народ такой экономический, я думаю, не политический, а геополитический, и военно самоважный. Уже Украина не сможет его использовать, всего многих факторов. А экономически, да. Здесь надо обращать на это внимание и развивать торговые пути. В принципе, некоторые моменты уже украинское руководство делает. И президенты, и правительства, вы знаете, там, пытаются развить пути с Румынией, торговые пути, дорогу пытаются там строить через Одессу. Вот тут фактор интересен. Я думаю, на это стоит и нужно обращать внимание. Но в военном плане, геополитически, Украина утратила свой потенциал. Я просто скажу один пример. Он просто показательный. Смотрите, Азовское море на сегодняшний день контролируется практически полностью Российской Федерацией. И формально, да, у нас есть в Украине порты, которые входят в Азовское море. Бердянск, Геничинск и так далее. Но, если теоретически представить, что начнется какая-то оскалация в Мариуполе, то Украина даже не сможет туда флот свой передвинуть, потому что он находится в Одессе. И чтобы его с Одессы перекинуть к Бердянску, к Мариуполю, Геничинску, нужно обратить через Керченский пролив, который контролируется Российской Федерацией. И в Украине всего лишь 20-25 береговых лодок находятся в акватории Азовского моря. Это тупиковая ситуация. А вот с этим, может, теоретически, даже и может практически, кстати, визит господина Порошенко в Анкару, и было оговорено или заявлено о том, что будет какое-то сотрудничество в оборонной сфере и в энергетической сфере. Говорит ли о том, что, может быть, Турция возьмет Украину как партнера для создавания какого-то, я бы сказал, пояса безопасности, чтобы как-то превентивно против расширения российского влияния? Вопрос очень интересный. Сейчас он беспокоит многих граждан Украины, многих политологов. Даже с России некоторые телеканалы мне звонили, просили, чтобы я прокомментировал возможный военный союз между Турцией и Украиной. Я, конечно, посмеялся, поскольку это маловероятно. Сотрудничество будет и по крымско-татарским вопросам, об этом мы отдельно можем сказать, и по поводу поддержки Турции, Украины в части территориальной целостности, по Крыму, по Донбассу и по многим другим моментам. Но никак не по глобальному военному сотрудничеству. Турция слишком аккуратный, слишком умный. Чем больше Турция будет сотрудничать с Украиной в этих сперах, тем быстрее будут и так ухудшаться, без того плохие отношения между Россией и Турцией. А на сегодняшний день между Турцией и Россией есть паритет. О нем мало кто знает, ну, скажем так, мало кто вникает. То есть они плохие отношения, но они стабильно плохие. И Турция, и Россия могут ухудшить взаимные отношения, в том числе по украинскому вопросу. Но это следующая стадия эскалации, она сейчас никому не выгодна. Например, Турция может поддержать крымско-татары и военно-политическим путем, и военным открытым путем. Создать какие-то батареоны, но все прекрасно понимают, кто тогда, как ответит Россия. Она поддержит курдов просто военным путем. Да, вот, кстати, обычно. Я сейчас просто скажу, говорю. Например, второй вопрос. Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Понятно. Она не признает ДНР, ЛНР, крымский вопрос. Ну, у Турции такая же проблема с Кипром. Турция незаконно оккупировала в 1974 году 37% Кипра, в 1983 году создала Кипрскую Турецкую Республику, которую никто не признал. Назначила туда посла, и вот уже 40 лет все, никто не признает Кипр. Кипр интегрировался в Европейский Союз, и Европейский Союз признал территориальную целостность Кипра и сказал, что это незаконно оккупировано Турцией. Такая же ситуация у России с ДНР. ДНР создана Россией, Россия поддерживает ДНР, и они очень аккуратны в своей критике. У каждого свои проблемы. Я понимаю вас. Вернемся к серии. Как вы оцениваете экономическое сотрудничество? Мы видим, что сальдо еще до недавних пор остается позитивным, положителем для украинской экономики. В чем секрет? Парадоксально. Оно сохраняется. Не такое большое, как было. В 2011 году сальдо торгового оборота исчислялся миллиардом долларов, ну около миллиарда, сейчас это 58 миллионов. Но оно есть. Естественно, позитивное сальдо в части экспорта для Украины, поскольку мы туда экспортируем зерно, масло, в основном сельскохозяйственную продукцию. Оттуда мы берем 3% импорта реально от товарооборота. Ну, химическую промышленность, там ткани покупаем, несмотря на то, что происходит в Сирии. Я думаю, это связано как раз с тем, что до начала арабской весны, до начала гражданской войны в Сирии были очень хорошие отношения экономические между Сирией и Украиной. Вы знаете, там даже одно время Сирия входила в пятерку партнеров. Это уникальная вещь, если мы берем арабский мир. Очевидно, вот этот потенциал, который был, просто так растратить быстро нельзя. И пока что, по инерции, еще мы сохраняем экономические торговые отношения, хотя с 2011 года идет спад. Но сейчас началась стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Это уже геополитический момент. То есть, хоть как-то стабилизировалось. Все прекрасно понимают, что пока что Башарасат будет президентом, пока что какое-то его влияние будет. Следовательно, очевидно, Украине следует стабилизировать экономические отношения. Хотя мы не берем политику, политические отношения между Сирией и Украиной сложные. Но гуманитарно, экономически нынешнее руководство должно стабилизировать. И, возможно, попытаться как-то увеличить торговый оборот. Кстати, вот некоторые Ближневосточные средства информации еще недавно заговорили о том, что может быть какая-то сделка по Украине и Сирии. Вроде бы, но дается Украина утку, да, и для того, чтобы как-то убрать влияние Российской Федерации. Я много комментировал это и для украинских СМИ, и для некоторых иностранных СМИ, что, мол, какие-то есть секретные переговоры, там Керри и Лаврова, поменять Украину. Это абсолютно далекие от реалий рассуждения. Они смешные, я даже не считаю профессиональными, поскольку причины возникновения конфликтов в Сирии одни, а в Украине совершенно другие. Другая природа, другая структура, другие участники. Вы, как выходец с арабского мира, с Северной Африки, знаете все конфликты, как они в арабском мире происходят. Генезис, как они начинают, как развиваются. В Украине вы тоже уже давно живете, и вы знаете специфику конфликтов постсоветского пространства. Они совершенно другие. Конечно, в общей геополитической карте, или, как я говорил, Бжезинской шахматной доске, мы можем рассматривать. И, безусловно, когда Керри встречается с Лавровым, раскидывают все свои расклады, начинают отдыхать, выпивать водку русскую, они, естественно, говорят по всем аспектам двухсторонних отношений, в том числе и по Сирии, и по Украине. Но говорить, что кто-то кого-то променял, я не вижу этого сейчас. Хорошо. Вот есть механизмы мирного регулирования и кризиса сирийского и украинского. Вот там формат, Женевский формат, международный, включается США. А у нас в украинском, она же как-то официально исключается, хотя она находится за кулесами. Вот как бы сравнивать эти две модели, механизмы разрешения? Структура конфликта другая. В ООН, прошу прощения, в Сирии, вы знаете ООН, официальный представитель. Есть там Штефан де Миштура, официальный представитель ООН. Да, он именно генеральный секретарь по конфликту. То есть уровень совершенно другой. И там Путин открыто пошел на эскалацию, он открыто ввел войска МВС. В Украине все делают вид, что, ну Россия пока не делает вид, что там все само произошло. Это вследствие там Евромайдана, это все внутренние конфликты. Мы никакого отношения не имеем к этому конфликту. Эта позиция России так и будет дальше. Следовательно, на Россию официально трудно рассчитывать урегулирование конфликта на Донбассе. Официально, я прошу, это очень важный момент. А в Сирии, вы знаете, было в феврале соглашение между США и Россией, которые тоже в принципе говорят, что это гражданская война. Тогда если гражданская война, то чего они договариваются. Значит, не совсем это гражданская война. Они заключили соглашение о перемирии. И для меня там два важных момента. То, что оно сейчас соблюдается хоть как-то. И второе, то, что оно не распространяется на радикальные группировки. Ислам, как это видит Россия и как это видит США. А теоретически, кого угодно можно подписать под группировку. То есть, можно продолжать наступление. Вы знаете, там в Альфа-Луджи в Раке наступление было. И возле Ракки курды тоже продолжают наступление. То есть, действие полностью не прекращается. Там хоть как-то удалось стабилизировать. Но вот этот женевский формат, переговоры в Швейцарии, в Вене, они постоянно проходят. Я не верю в полное урегулирование кризиса в Сирии. Скорее всего, его просто стабилизировали. Для того, чтобы потом просто распределить сферы влияния в Сирии, в Ираке и в других странах. В Украине сложнее ситуация. В Украине сложнее в плане политического урегулирования. В плане масштаба, конечно, сирийский кризис вне конкуренции. Но в плане политического урегулирования очень сложно. Поскольку Россия и США принципиальные позиции занимают по конфликту на Донбассе. И, в принципе, в свое время война на Донбассе могла дойти до масштабов сирийского конфликта. Вы знаете, когда вопрос стал о предоставлении оружия со стороны США украинским военным, россияне начали запускать через средства массовой информации и в Донецке, и в России, о том, что возможно предоставление, не предоставление, а авиация может появиться у ДНР, ДНР. Как по предлогам и танкам. Помните, сначала говорили, что танк появился, захватили, еще один танк, а их 500 оказалось. То есть они явно все с границы переходили, с российской границы. Точно так же и по авиации. Они сказали, что мы нашли два самолета, где мы в шахте, подремонтировали, и начали летать. А реально их 10 было или 20. И они взлетали просто, и могли бы теоретически вылетать по всей территории Украины. То есть это стадия была бы страшная уже. И когда стороны поняли, что лучше этого не допускать. США сказали, что оружие летальное предоставлять не будем. Путин, российская пропаганда сказала, что все есть как есть. И были заключены минские соглашения. Фактически конфликт на Донбассе заморожен с сентября 2014 года. Да, мы вернемся к вопросу границ. Мы видим, что эта граница играет очень ключевую роль и в сирийском, и в украинском вопросах. Мы видим, что вот эта зона, буферная зона безопасности из Турции, кстати, Россия поставила там С-400, вот чтобы контролировать границу. И также она контролирует и границу с Украиной. Поэтому для меня, я считаю, что эту тропинку, говорится, Путин хорошо использует, виртуозно. Да, и никогда не сдаст эту границу, ни в Сирии, ни в Украине. В этом, да, проблематика. Проблематика, да. Вернемся к вопросу, скажем, беженц. Мы видим, что после этих трагических событий и в Сирии, и в целом в арабском мире, вот поток беженцев в Европейский Союз. Вот доля Украины вот в этом потоке, как вот. Ваши наблюдения, ваши прогнозы. Я думаю, что до Украины масштабная волна не дотянется, не докатится, как, например, до Европейского Союза. Поскольку в основном выходцы из Сирии, из других арабских стран, они пытаются в ведущие страны Европейского Союза приехать и осесть там. Либо в какие-то другие страны. Преимущественно, там они едут, понятно, в Германию, Францию, да. Украина экономически не привлекательна для этих стран, для выходцев с этих стран. То есть, на сегодняшний день Украина сама имеет колоссальные проблемы с переселенцами. С внутренней перемещенными. Да, и у нас, к сожалению, нет никакой политики государственной, что с этим делать. А в Сирию беженцы, они сюда приезжают, но не в большом количестве. Либо как транзит, либо просто, может быть, отдохнуть, перебывать и уйти. То есть, на сегодняшний день, я не думаю, что волна сирийских беженцев существенно угрожает Украине. Даже если они и будут прибывать. Я помню, были буквально пару месяцев назад сюжеты по украинскому телевидению, что под Киевской областью строится какой-то центр помощи сирийским беженцам. Я скинул моим знакомым сирийцам и арабам, они не поняли даже, какой смысл этого центра. И общественность неоднозначно начала реагировать. То есть, помощь переселенцам есть, помощь беженцам есть, а где помощь тогда переселенцам? Своим отечественным лицам. И тогда уже через пару дней потенциальный руководитель этого центра сказал, ну да, давайте разделим 50 на 50 в центр 50 сирийцев, 50 там образного процента с Донбасса граждан Украины. Граждан Украины. Собственные мотивы. Поэтому я думаю, что волна для Украины не столь... Но есть другой аспект интересный. В любом случае с сирийцами, которые сюда приезжают, приезжают потенциально опасные элементы. Люди связаны с теоретическими группировками. СБУ и правоохранительные органы уже неоднократно задерживали таких людей. Да, да, было такое. С кем они, на чьей стороне они воевали, это уже другой вопрос. То есть, кто-то мог воевать в составе ИГИЛ, кто-то в армии Башараса, кто-то в составе объединенной оппозиции. Это очень-очень сложный момент. Но правоохранительные органы отслеживают таких людей. И их немало в Украине. Вот эта проблема актуальна, поскольку, пребывая в Украину, они, возможно, несут какие-то свои идеи. Идеологические, скажем так. Но пока я не думаю, что это какая-то цепь, как это в Европе сделано. В Бельгии или во Франции. Ну, мы видим, как у нас конфликт в Украине, в вооруженном конфликте. Даже есть какие-то спешки информационные, что даже в рядах Украины, украинских батальонов участвуют или воют какие-то экстремистские исламисты. Вот как вы смотрите, вот этот сплеск информационный, вот скажем, пропагандистский или действительно есть какая-то почва? Ну, трудно мне сказать. Я, честно, информацией достойно не владею по этому вопросу. Но мусульманы воюют. Мусульмане воюют в составе некоторых батальонов, да, и в составе ВСУ. Вооруженность Украины, это не скрыто. Но вот насколько они радикальны, мне трудно оценивать. Не все мусульмане радикальны. Я понял, конечно. У нас, к сожалению, в украинском менталитете и в российском есть, также в России, вот это вот стереотип сложился, что мусульманины, значит, потенциальный ваххабит, террорист. Да, к сожалению, это не так. Это во многом из-за дезинформации. Вот это вернемся к ретрансляции, да, скажем, стереотипов и штампов западного образца. Говорят, мусульманин, говорят, выход из арабского мира, он потенциальный террорист. Если бы они были террористами, то 1500 лет не существовало бы цивилизации исламской. Да. Я же не говорю про какие-то исторические параллели, про Салахаддина, про Квестоноцца. Еще в вопросе жестокости тут надо больше, наверное, европейцам это нужно. Да, кстати, вот в селе или в связи с сирийским кризисом много жен, которые выходили замуж за сирийцами, они со своими детьми, тоже украинцами, они вернулись. Но, исходя из своих наблюдений и контактов, они все-таки уехали на беженство, значит, требуя или прося статуса беженцев в Европу, а даже не оставались у себя на родине. Факты экономические очень видны. Ключевой. Да, ключевой. Поэтому потенциально с одного кризиса в другое как-то не... Да, они едут в основу в Европу, потому что у многих сирийцев там родственники. У меня знакомый, он с Олепо родом, врач учился в Донецке, в Донецком медицинском университете. У него там дядя живет в Германии уже лет 20. Естественно, он поедет туда. Поэтому этот фактор экономический и наличие родственников уже сирийцев там, он определяет будущее конкретной семьи. А также духовная составляющая. Мы видим, что у нас тут в Украине есть духовные институты, да, и мусульманского только. Как вы видите роль вот этих институтов для укрепления, для реанимации отношений? Как в той с той сирии? Очень важна, поскольку... Они, кстати, некоторые могут быть ангажированы в политическую игру, а некоторые нейтральны. Они уже все заангажированы. Заангажированы. В Украине, к сожалению, все структуры, которые прямо или косно связаны с исландскими течениями, они уже практически давно вовлечены в политику. Это неправильно. Это неправильно. Оно есть. Оно есть. И они уверенно пытаются влиять на некоторые политические процессы. Они не вовлечены во внутреннюю политику глобально, как субъекты политического процесса. То есть они не идут на выборы под какими-то воздухами исламскими. Да, я понимаю. Но они пытаются выработать самостоятельную позицию по некоторым политическим вопросам в Украине, важным для общества и для внешней политики. То есть Россия агрессор, не агрессор. Что делать там с Донбассом? Они открыто многие вещи говорят. Некоторые нейтральные, некоторые радикальные. А вот природа, наверное, тут есть. Если посмотреть историческое. Вот диаспора и сирийская, и не только сирийская. Это те, которые учились в советских вузах. Которые связаны с советской идеологией, с симпатией к Советскому Союзу. А заодно и к России сейчас. Вот они потенциально находятся на грани. И вот быть с Россией внутри себя. А внешне они могут, они должны адаптироваться к тем реалиям украинским. Поэтому вот какая-то шизофрения у них очень происходит. Вы, наверное, вопросы... Это касается не только арабов, это касается европейцев. Итальянцев и многие другие, они очень нейтральны по вопросу Украины. И пытаются балансировать и с Россией, и с Украиной. Это касается не только арабов, это касается многих и других, и африканцев, и других. Это нормальное явление, поскольку все прекрасно понимают, что это политика. И как дальше вектор будет развиваться, мы не знаем. Я не знаю, никто не знает. А вот вернемся к вашему тезису. Вы сказали, если диаспорщины занимаются политикой, то диаспорщины выпадают из весов. Естественно, вот этот субъект, который интегрирован, либо у него видна жительство, либо он стал гражданом Украины, лучше бы заниматься делом профессионально и не, как говорится, контактироваться с политическими течениями. Тогда будет с ним больше пользы. Это понятно. Но они все равно будут лезть в политику. Но количество и влияние этих организаций, которые связаны с исламом в Украине, определяется количеством мусульман в стране. Количество мусульман небольшое. Небольшое, да. Следовательно, влияние не может быть большое. И политического, как говорится, эффекта не будет. Веса они не имеют. Православная церковь, греко-католическая, католическая, имеют почему большую поддержку? Много верующих, которые входят в эту церковь и влияют на даже политику украинскую. Пока что в украинском обществе немного мусульман, которые готовы политически там участвовать. Бит активнее. Хотя и в свое время в Британии тоже было их немного. А теперь избрали мэра пакистанца, который стал мэром города Лондона. Британский опыт здесь показательный о том, что общество за западное многокультурно. И вы знаете, не только в Британии, а по всему Европейскому Союзу, вы выходите с Алжира, вы знаете, сколько живет алжирцев во Франции. Половина футбольной команды, сборная Франции, это этнические алжирцы. Это выходцы. Да, Сабирнасри, Бензима, Зидан, Зейнаддин Зидан, правильно его зовут. То есть это все алжирцы. И нравится это кому-то, не нравится, но это есть. Естественно, общество, западное общество, надо с этим мириться. Поэтому толерантно все относятся. И избрание мэра Лондона, Пакистанца, этнического, как руководителя Лондона. Града-начальника. Да, это еще раз показывает ситуацию в Европе, что это есть, и это нужно воспринимать. В Украине пока такое маловероятно, но теоретически в будущем это не исключено. Исключать нельзя этого. Ну, как вы думаете, механизмы размножения, я бы сказал, исламского, я бы сказал, сегмента Украины. Это второе поколение, это наши дети, внуки. Мы видим, что эти дети, они вливаются в глобальные игры, скажем, потоки. И если эти институции, которые представляют ислам или исламскую идеологию, заэнгажированы, они не могут, кстати, быть полезными и конструктивными, чтобы воспитывать такой правильный, такой, скажем, патриотически настроенный поколение. Конечно, каждая организация, которая работает с исламом или от имени исламского вероучения, она определяется той заэнгажированностью, как вы сказали, ввиду финансирования. Финансирование. Кто стоит за... Тот и определяет задачи организации. Я вас понимаю, если какие-то есть субъекты в арабском мире, определенные страны, которые и влияют на эту политику. Ну, они влияют на финансирование, но пока не влияют на другую политику Украины. Только на финансирование. Да, это чисто гуманитарно такое. Это пока что на уровне гражданского общества. Пока что. Я не знаю, дальше что будет. Конечно, для молодого поколения здесь важно четко понимать, кто с кем связан. Но это очень сложный вопрос. У нас мало кто в Украине вообще разбирается в течениях ислама, что такие оловиты, сунниты, шииты и так далее. Я думаю, что было бы хорошо, если учреждать какой-то университет, университет, вот Альма-Матер, светского характера, но чтобы было, вот, ознакомливали или выпускали серьезных специалистов украинских, да, на суверенных основах и принципах нашей страны, для того, чтобы как-то взаимодействовать с таким субъектом серьезным. Это вопрос о религиовведениях, да, религии. В Северной Африке, кстати, это хорошие специалисты есть, поскольку в Северной Африке, в Тунисе, в Алжире, в Марокко есть паритет светского и религиозного. Это очень важный момент. Тут можно брать опыт. А то, что вы предложили, как законопроект, чтобы, например, какой-то канал телевизионный был, на арабском языке, кстати. Что вот Руссия, Альон, вот есть такой канал российский, он полностью, я бы сказал, арабский мир, он его не заангажировал, а он поляризовал, я бы сказал. Но про отдельный арабский канал тяжело говорить? Но в основном. Но отдельные передачи... А у нас в Украине, вот, чтобы был какой-то канал, даже государственный, чтобы был даже... Я бы сейчас говорил о передачах. Передачах. Отдельные передачи на каких-то украинских каналах, которые касались проблемы Ближнего Востока, Ислама, в том числе. Что мы делаем сейчас с вами. Например. Да, да, мы пиарим так. Пиарим. Поэтому это актуально, это нужно делать. Но для этого надо привлечь отдельных специалистов и государственных служащих, которые должны понимать важность этой процедуры. Мы сейчас очень много зациклены на Европейском Союзе. Мы все передачи, все политические силы, весь Сейсбук пестрит проевропейскими лозунгами, что Украина идет в Европейский Союз, НАТО и так далее. Естественно, антироссийская риторика. Но других тематик нет. Нет, ввиду того, что просто никто это не двигает, не пиарит. Значит, летать на одном крыле, конечно, невозможно. Да, мы двигаемся в Европейский Союз и НАТО, не зная позицию НАТО и в Европейском Союзе по нашему образу. Мы хотим туда, а хотят ли они нас, у меня всегда это сомнение вызывало. Зная общественное мнение внутри Европейского Союза. Но это не значит, что мы не можем адаптировать некоторые стандарты. Надо. Но нужно учитывать много векторности сегодня. Резюмируя нашу беседу с вами, содержательную, где Украина сейчас стоит в отношении и сирийского кризиса, и в арабском мире? Что нужно делать? Какой бы рецепт дали нашим дипломатам и чиновникам, и даже министрам, которые отвечают за этот регион? Что надо делать сейчас, а не завтра? Первое, нужно усилить информационную составляющую. То есть больше информации вкидывать в украинское общество и, в принципе, и арабам. Двухсторонние даже отношения о том, что происходит там. Второй момент – это экономические. Нужно все равно усиливать экономические отношения. Потому что экономика – это двигатель всего. Надо развивать, где-то взаимные соприкосновения находить по торговле, по другим аспектам. Через торговлю идет и другое – социально-культурное сотрудничество, или культурно-гуманитарное, как можно это назвать. Это третий аспект. Здесь надо больше в этом плане работать. И четвертое, последнее. Нужно в Украине самой развивать специалистов. Государственный подход должен быть к поддержке двухсторонних отношений с арабскими странами. Не только Ближнего Востока и Северной Африки. Это моя позиция как гражданин Украины, как человек, который разбирается в этом вопросе. Поэтому здесь нужно время, терпение, и чтобы было соответствующее лобби. Это был господин Андрей Бузаров. Мы говорили об отношениях Украины и Сирии. Но это была дезинственная категория. В основном мы хотели раскрыть ту глубину проблем, которая сейчас существует. Благодарю вас за внимание. До встречи и следите за нашими анонсами. Спасибо.